Добрый вечер на ТНВ новости в студии Альбина Слагараева и вот о чем расскажем прямо сейчас. Кто остался дома, а кто не вылез из берлоги? Бабуля Мадеевочка будет мимо 2.7 и мы не пойдем в школу. Как не хотелось идти. Кого еще испугали февральские морозы? С прогнозом Альбина Минибаева. На жилье, детский сад и пособие на ребенка. Сумма ежемесячной выплаты будет равна 8 490 рублей. Куда чаще всего направляют мат-капитал татарстанские семьи? Анна Городнова. Американский гость на Казанской ТЭЦ. Ничто иное, как послание Соединенным Штатам. О перспективах отношений США и Татарстана Алина Синатолина. Совпадение или знамение? Я склоняюсь к мысли, что это чудо. Курица из Лаишевского района снесла яйцо с надписью «Аллах» на арабском. Что все это может значить, выяснял Рамиль Шайдолин. Буквально через пару часов российские олимпийские спортсмены приземлятся в Москве, где их уже ждут сотни болельщиков. В сборной и татарстанцы. Это лыжники Андрей Ларьков, Анна Ничаевская и фигуристка Евгения Тарасова. В республику они везут два серебра и две бронзы. Сейчас на экране отлет спортсменов из корейского Пхенчхана, а ближе к полуночи Андрей Ларьков прилетит уже в Казань, где его обязательно встретит и наша съемочная группа. Все эмоции возвращения победителя покажем в завтрашних выпусках. Татарстанские медалисты олимпиады получат почти 17 миллионов рублей на троих, сообщает РБК. Это неизменные российские премии. 4 миллиона за золото, 2,5 за серебро и 1 миллион 700 тысяч за бронзу. Так, самую большую премию получит лыжник Андрей Ларьков. За серебро и бронзу правительство республики также назначило стипендию, которую призеры будут получать в течение года. Серебряные медалисты по 70 тысяч рублей, бронзовые по 50 тысяч рублей ежемесячно. Отметил двух татарстанских призеров Олимпиады и глава МВД России. Медали за доблесть в службе получили Андрей Ларьков, инспектор ППС по Нижнекамскому району, а также Анна Нечаевская, полицейский отдельного полка ППС по Санкт-Петербургу. Три дня до начала календарной весны, а неделя началась с морозов. Минувшей ночью в некоторых районах республики температура воздуха упала до минус 35. Рекордно низкой она была за последние 10 лет. В некоторых школах сегодня отменили уроки. Когда холода, все же отступят. Альбина Менебаева с прогнозами и приметами. На холоде долго находились? Нет. Сколько? Буквально 20-30. Но даже этого времени достаточно, чтобы замерзнуть за последние три дня морозов. Два казанца обратились в травмпункты с обморожением, 18 с переохлаждением. В зоне риска строители и дворники. Тщательно продумывать свой, скажем так, распорядок дня, свое время пребывания на открытом воздухе. С Тимуром сидит Аделя, она живет в больших дербышках. Морозы уходящего февраля успели скорректировать учебный процесс. В некоторых школах республики сегодня отменили уроки. В 101-й столичной школе 30% учеников начальных классов продлили себе выходные. Дома остались те, у кого столбик термометра опустился ниже 30. Синоптики все же советуют утепляться над республикой холодный арктический воздух. Последний раз такой же морозный. Вторая половина февраля выдалась в 2011 году. Тогда тоже было ниже 25. Среда и четверг, значит, очень холодная погода. Ожидается с температурами 22-27 и до 31 местами в ночные часы. Днем температура воздуха успевает прогреться до минус 17 градусов. Все-таки чувствуется приближение весны. И от этого сочетания яркого солнца и зимнего мороза безумно комфортно белым медведям. Казанская медведица-малышка, она вот сейчас нежится на солнце. А вот бурые коллеги-малышки пока не все активны. Вдыхает холодный воздух медведица Маша. Фомка вовсе еще не проснулся. У сотрудников казанского зооботсада свои приметы. Наш молодой Мишка еще не проснулся окончательно. И мы, в общем-то, думаем, что, наверное, весна будет, но не очень быстро наступит. Завтра, по прогнозам синоптиков республики Снег, в юго-восточных районах Татарстана уже сегодня ухудшение видимости. После снова морозы до минус 27. Альбина Минебаева, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Русские морозы застали в Казани американского посла. В Татарстан с двухдневным визитом прибыл Джон Хансман. В программе его визита самый теплый объект города. Посол США отправился на ТЭЦ-3. Здесь работает уникальное американское оборудование, пока единственное в России. Как гость оценил Союз западных технологий и местных предприятий Лина Зинатулина. Осмотреть казанскую ТЭЦ американский гость решил вместе с супругой. И, ознакомившись с теорией по плакатам, быстро перешел к оценке практики. Целый блок станции сегодня занимает газотурбины и установка производства американской компании, запущенная в прошлом году. Для сравнения, шесть обычных паровых установок даже вместе взятые не сравнятся с новой турбиной. Установка такого класса в России пока единственная. Здесь самая высокая температура камеры сгорания, а значит самые высокие КПД. Кстати, во Франции электростанция с подобным газотурбинным оборудованием уже попала в книгу рекордов Гиннесса за свою эффективность. Мощности ТЭЦ теперь вдвое больше. Отсюда экономия топлива. Кстати, плюс не только для предприятия, но и для каждого жителя Казани. Это влияет в первую очередь на стоимость тепла, энергии, электроэнергии, горячего снабжения. То есть мы способны по гораздо более низким тарифам отдавать очень большой объем тепла на город Казань. В разработку турбин нового класса американская компания General Electric вложила 2 миллиарда долларов. Уже 100 лет они работают с Россией, но именно с Татарстаном 4 года назад заключили договор на ввод новейшего оборудования. Вам нужен пример успеха, и это энергопредприятие ТАИФа превосходный пример успеха. Идеальный пример того, как американские технологии и оборудование работают на татарстанском объекте. И не что иное, как послание Соединенным Штатам, что дорога предпринимателям открыта. И здесь можно преуспеть, причем в серьезных масштабах, ведь мы осмотрели огромное предприятие. Открыто для торговли, открыто для инвестиций. И так охарактеризовал Татарстан американский посол. Сегодня Соединенные Штаты уже в пятерке самых крупных партнеров в республике. Лена Зинатольевна, Андрис Митальцев, ТНВ, Казань. И сегодня в Казанском Кремле Рустамин Еханов принял посла США в Россию. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в рамках существующих российско-американских отношений. Рустамин Еханов рассказал Джону Хансману о социально-экономическом развитии региона. Известно, что посол пробудет в Казани до 27 февраля. Завтра он посетит Иннополис. До встречи с президентом Джон Хансман успел сыграть на пианино в одном из городских кафе. С этого дня в России вступил в силу запрет на ввоз молока из Белоруссии. Россельхознадзор пошел на такие меры из-за неоднократных нарушений ветеринарно-санитарных требований. Под запрет попали не только молоко, но и молочная продукция. Роста цен на татарстанских прилавках, уверяют в Минсельхозпроде, быть не должно. Эту новость татарстанские фермеры восприняли с надеждой. В их планах развитие молочных ферм и увеличение производимой продукции. Пример крестьянско-фермерское хозяйство Альфии Слесаревой в Альметьевском районе. За 6 лет она взяла порядка 50 миллионов рублей на развитие своего бизнеса. Без труда не выловишь и рубку из пруда. А приложив усилия, целая ферма в твоих руках. Альфия Слесарева свое дело открыла 6 лет назад. И началась с 4 буренок, сейчас их 200. Больше половины дойные. Такое увеличение требует расширения. В этом году у нас желание есть огромное тоже родильное отделение. Потому что это родильное отделение маленькое, не хватает нам. У нас коров теперь много. И для телят не хватает. На балансе крестьянско-фермерского хозяйства еще 1200 гектаров. 6 тракторов, 2 комбайна. Все полученное зерно на корм скоту. Тем самым минимизируя потери от низких цен на зерновые. У нас они вкусно кушают. Я боюсь еще как бы хватило. Боюсь, что не хватит. Поэтому мы и поголовье хотим увеличить, и посевные площади, если нам с землей помогут. Молоко уходит по 28 рублей за литр. Полторы тонны ежедневно доставляют потребителю. Самостоятельность скорее вынужденная. Закупочная цена в этом году резко упала. В прошлом году в это время молоко принимали по 28 рублей. В этом году 18 рублей. Но ведь государство обещает помочь. Ведь 3 рубля на литр. Если круглогодично дадут, мы довольны. Ферма это не только поголовье. Здесь трудится 15 сельчан. Коллективное хозяйство. Все как семья работаем нормально. Зарплату получаем. Кушаем нормально. Все с посидим, разговариваем. Альмитевские фермеры надеются, после ограничения ввоза молочки из Белоруссии, спрос на местный товар все же повысится. Ведь они намерены довести дойное стадо до 400 голов. Динара Камалова, Фуат Гасин, Булат Шифигулин, ТНВ. Альмитевский район. В Татарстане начали получать первые выплаты из средств маткапитала почти 8,5 тысяч рублей в месяц. Напомним, направить маткапитал на ежемесячные пособия до полутора лет можно с этого года. Нововведения касаются тех, чей доход на человека в семье не превышает 13 700 рублей. Куда еще можно направить деньги, Анна Городнова? Здравствуйте, я по поводу маткапитала. Сертификат на маткапитал Алина Бореева получила два года назад с рождением второго ребенка. Но потратить его семья решила только сейчас, когда появился третий. Со съемной квартиры многодетная семья переехала в свою двухкомнатную. У нас есть сейчас кредит, ипотека. Мы хотим маткапиталом покрыть кредит. За 10 лет программы маткапитала улучшили свои жилищные условия. Почти 186 тысяч татарстанских семей. Это самое популярное направление. На втором месте обучение детей. Всего 52 мамы направили на свою пенсию. С этого года маткапитал можно потратить и на оплату детского сада, не дожидаясь, пока ребенку исполнится три года. Оформлено уже более тысячи таких заявлений. Требовалась аккредитация дошкольной программы. Они не подлежали аккредитации. Теперь это требование снято. И мы можем на дополнительное обучение направить в детские учреждения дошкольные. И снято ограничение три года. В семье, где родился второй ребенок в этом году, могут направить маткапитал и на пособие. Каждый месяц до полутора лет татарстанская семья будет получать 8490 рублей. Учитываются доходы не более 13700 рублей на человека. Пока таких немного подали всего три заявления в республике. Мама сегодня только-только родившаяся ребенка. Естественно, ну, наверное, в первую очередь у нее заботы о малыше. Ожидаем, что в ближайшее время эти заявления у нас будут больше. Подать заявление на распоряжение средствами маткапитала можно на сайте пенсионного фонда или портале госуслуг. Размер сертификата в этом году не изменился. Это 453 тысячи рублей. Действия программы продлили до 2021 года. Анна Граднова, Марацид Гараев, ТНВ, Казань. За верность работе Владимир Путин поощрил грамотами и благодарностями 17 татарстанцев. Среди них и министр строительства республики Эрик Файзуллин отмечен за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. За эти же заслуги грамоту получили сотрудники Нижнекамскнефтехима и сотрудники КАМАЗ Автоспорт. Также отмечен Челнинский судебный пристав Ася Гафурова. Благодарность объявленной Вадиму Полякову за победу на WorldSkills 2017. Никакой монополии на поставки и сокращение времени закупочных процедур. Сегодня в Доме правительства Рустам Мениханов провел заседание Совета директоров Татнефти. Рассмотрели вопросы дальнейшего развития системы материально-технического обеспечения компании. Искать новые ниши производств, которых нет в России. Такую задачу поставил президент республики на очередном совещании Совета директоров Татнефтехиминвестхолдинга. Самый простой путь оказаться на рынке – это импортозамещение, отметил Рустам Мениханов и поддержал идею производства суперполимеров. Какие проекты сегодня также взяли на разработку? Об этом далее. Очень заманчиво то, что вы рассказали на самом деле. Новый вид пластика, способный в будущем заменить металл в самолеты и ракетостроение, презентовали сотрудники Университета Кабардино-Балкарии. Суперполимеры могут быть использованы для трехмерной печати роботов, беспилотников, протезов и даже космических скафандров. Нам удалось значительно упростить эту технологию, сделать ее доступной для масштабирования. Этот суперполимер во всем мире производится в малых количествах. В России их пока нет. Очень заинтересован, потому что республика Татарстан – самый крупный производитель сегодня пластмасс каушуков. И, конечно же, потребление вот этого продукта во многом зависит от его потребительской качества. С чем полимеры? Мы знаем, какие у них преимущества, их тоже знаем, в чем их недостаток. Мембранный подход при разделении газов может быть интересен для нефтехимической промышленности республики. С московскими коллегами президент велел перейти к плотному сотрудничеству. Как и в случае с компанией «Акронис», она предлагает услуги по защите данных для предприятий. Клиентов более 500 тысяч по всему миру. Если так посмотреть на спектр технологий, которые мы производим, это от традиционных технологий резервного копирования и восстановления до предоставления безопасного доступа внутри компании. Рынки со свободными нишами перечислил директор экономической зоны Алла Буга Тимур Шагивалеев. Идея нашла поддержку президента. Сегодня надо понять более детально специалист, чтобы на одном языке поговорили. После этого, Рафина, вы мне доложите? Самый простой путь оказаться на рынке – это импортозамещение, отметил президент. Также ориентир должен быть на экспорт. При этом Рустам Иниханов призвал более тщательно прислушиваться к науке. Без открытия исследований развивать бизнес сейчас невозможно. Альбина Слагараева, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Наблюдатели подковали научно. Так о своей встрече отозвались участники круглого стола, посвященного нормам избирательного права. Ученые-юристы сегодня разъяснили наблюдателям-общественникам нюансы предстоящего волеизъявления. Напомним, за выборами президента страны теперь смогут следить независимые наблюдатели. Их в регионах на избирательные участки делегируют местные общественные палаты. В Татарстане в ряды наблюдателей уже записались более трех тысяч человек. Вопрос у нас сейчас возникает именно избирательного процесса, избирательного права. Соответственно, мы решили обратиться к людям, которые разбираются в этом, то есть к людям, которые занимаются этим, как раз профессором прохода и состав Казанского федерального университета, более компетентным в этих вопросах. За три недели до выборов лишь четверых из восьми кандидатов в президенты могут назвать более 50% респондентов ЦИОМ. Их спросили, назовите кандидатов на пост президента, которые будут присутствовать в избирательном бюллетене на выборах 2018. Ответили. Это Владимир Путин 82%, Ксения Собчак 60%, Владимир Жириновский 60%, Павел Грудинин 55%. Трое кандидатов, Максим Сурайкин, Борис Титов и Сергей Бабурин не набирают и 20%. Об участии в выборах Григория Явлинского знают 37% опрошенных. Татарстан на условиях софинансирования получит порядка 17 миллиардов рублей на мероприятие по сохранению Волги. Об этом сегодня заявили на выездном заседании круглого стола Госдумы по экологии. На встрече говорили о реализации федеральной программы по предотвращению загрязнения Волги. Ожидается, что до 2025 года на эти цели в стране выделят около 250 миллиардов рублей. Будут строить очистные сооружения, укреплять берега, сажать по ним деревья. И в этом рассчитывают на Собинский селекционный центр, саженцы которого могут пойти во многие регионы страны. Безусловно, сегодняшнее мероприятие послужит укреплению сотрудничества в вопросах решения проблем рационального водопользования. А также позволит сохранить наше общее народное достояние реку Волга для будущих поколений. Собинский район, республики Татарстан, селекционный центр, который сегодня 12 миллионов саженцев в год имеет мощности для облесения берегов реки Волги. Причем не только в республике, но и в других субъектах Российской Федерации. Его мощности позволяют это делать. Это очень важная тема. Республика по-крупному ставит на лыжный спорт. В этом году в Татарстане откроется 16 новых лыжных баз. Первый из них в минувшие выходные появился в Буинске. Дал старт лыжне 2018 и открыл после капремонта отдел района инфекционной больницы министра здравоохранения Марат Садыков. Консоли поставили, мониторы. Такого нет еще ни в одном районе республики. С гордостью, говорит и показывает главный врач больницы. Условия не уступают городским. Удобные боксы на 14 метр. Оснащены всем необходимым оборудованием. Теперь есть возможность лечить пациентов даже со сложным диагнозом. Мы готовы принимать больных не только со своего, но и со соседних районов. Это все благодаря республиканской программе. Капремонт провели за рекордные два месяца. И даже во время работ прием не прекращался. Нагрузка на отделение не маленькая. Только в прошлом году здесь пролечили более 500 пациентов. Каждый десятый и нагородний. Министр отмечает, в идеале лучше, чтобы не болели. Если Роспотребнадзор и медицинские работники работают, пациентов инфекционной болезни должны быть мало. В инфекционном отделении ремонта не было 35 лет. Курс на повышение качества медпомощи в районе взяли в 2014 году. На строительство и капремонт Буинской ЦРБ было выделено более 200 миллионов рублей. Сегодня мы начали капитальный ремонт поликлиники. На эти цели выделены 54 миллиона. Работы планируем завершить к 31 августа. В здоровом теле здоровый дух. У Буинцев теперь есть как минимум две причины встать на лыжи. Пример наших олимпийских призеров и новая лыжная база. Это, конечно, для здоровья. Для здоровья подрастающего поколения, которое достойно будет держать стандарт олимпийских игр. Здоровья вам! Встать на лыжи одновременно могут 100 человек. Экипировкой обеспечат. Есть раздевалка, душевая, комната отдыха и даже чайная. Новую трассу первыми обкатали участники лыжной гонки в память выдающегося тренера СССР Соберзяна Нафикова. То, что построили такую лыжную базу, это очень хорошо. Есть где переодеться, есть где согреться. И вообще очень здорово. Те самые вещи, о которых папа всю жизнь мечтал, чтобы для лыжников создавались достойные условия. Строительство лыжных баз по программе придаст импульс для развития лыжных гонок и биатлона. В том году мы построили 11 лыжных баз, в этом году мы строим 16 лыжных баз. У нас появился такой прекрасный объект, который мы будем использовать зимой именно по назначению. Летом будем планировать с весны велосипеды сюда привлекать. Чтобы спорт в районе стал массовым, здесь планируют проводить уроки физкультуры. Лисан Саберова, Ранис Ахмеджин, ТНВ, Буинский район. В свято-место курица из села Татарская Саралы Лаишевского района снесла необычное яйцо с выдавленными на скорлупе символами, в которых местные видят отчетливую надпись «Аллах» на арабском, о биологе – банальную деформацию, о необычном явлении Рамиль Шайдулин. Смотрела здесь, и вот оно в краешку лежит. Не простое, а подписанное яйцо с отчетливым словом «Аллах». По крайней мере, так субботним утром его рассмотрела хозяйка, и так о нем сегодня известно в соцсетях. Поделилась в Инстаграме, поставила. Говорю, вот, друзья мои, посмотрите, какое яичко снесла моя курочка. Сотни лайков, письма из других стран и два лагеря комментаторов. За пару суток под постом с яйцом подписались и те, кто верит в его божественное происхождение, и те, кто думает, что это типичное заболевание. Яйца смятые с скорлупой несут куры с инфекционным бронхитом, но если это единичное число, то может быть. В своем курятнике ежедневно хозяйка собирает по два-три яйца, чего хватает максимум на омлет. Но недавнее эксклюзивное яйцо появилось и вовсе одно, и его теперь максимум хранить. Вот в этой посуде мы ее и храним. Теперь яйцо для зиганжиных талисман, и его семья показывает разве что прессе и духовенству. Вместо мечети яйцо назвали не иначе, как «знаком свыше». Думаю, что это своего рода знак всевышнего народа, так он говорит о своем могуществе, и, наверное, просит, чтобы люди не переставали молиться. В истории села это уже второй раз, второй случай, и оба раза в данном хозяйстве. Село еще помнит, как 10 лет назад куры зиганжиных уже родили. Одно яйцо с посланием. Но сегодня от него одни осколки, и еле заметная арабская вязь. Три года назад яйцо со словом «Аллах» на арабском уже появлялось в Нурлате. В мае прошлого года в Дружановском районе. Так, поистине ли знамение, или же все-таки это отклонение? Мы обратились к ученым. Это могут быть аномалии, в принципе, в процессе формирования самого яйца. Это однозначно. Это могут быть какие-то проявления, связанные с не совсем правильным питанием, например. Так, по мнению биологов, этот символ не надпись, а скорее дефект, но присущий почему-то Татарстану. Поэтому, если и дальше у кого-то появится чудо-яйца, ученые советуют присмотреться к птичьему рациону. Рамиль Шайдулин, Ишат Мухаммедов, ТНВ, Лаишевский район, Казань. Татарстанские звезды на Зеленодольской земле в поселке Васильево прошел концерт мастеров искусств в программе музыкального праздника песни, танцы и национальные мелодии, исполняемые на народных инструментах. Как встречали зрители предвестников главного весеннего события Светлана Звонарева. На сцене местного Дома культуры выступали и мэтры татарской эстрады, и молодые таланты. Зрители принимали всех одинаково тепло. Артисты приехали не только поделиться творчеством, но и выразить свою гражданскую позицию. Совсем скоро выборы президента страны, от решения которого зависит наше общее будущее. Это у нас завтрашний день, это наше будущее, это наши дети, это наши внуки. Мы обязательно должны выбирать достойного, вот я так хочу сказать, достойного. И я всех приглашаю, приходите на выборы. Пусть этот день будет большим праздником. Обязательно надо выбрать самого лучшего президента, и это все решает народ. На концерте прозвучали хиты на русском и татарском языках. Местные жители, пришедшие целыми семьями, с удовольствием подпевали знакомым мелодиям. Такой вечер идет, душевный, веселый, мелодичный. Мы им очень благодарны, артистам. Артисты тоже не скрывали восторга от теплого приема васильевцев. Поселок удивил гостей переменами, которые произошли в последние годы, в основном благодаря республиканским и федеральным программам. Светлана Звонарева, Рузья Давлетшина, Дамир Низамов, ТНВ, Зеленодольский район. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112», а сейчас спорт и прогноз погоды. Я же не прощаюсь. Увидимся в 21.30. В 1983 году мы получили миллионную тонну окиси этилена. Из нее потом делают пластик, косметику, мыло. Сколько сейчас, Тон? А вот папа со смены придет, мы у него и спросим. Казань Орксинтез. Сила традиций. Только в феврале. Приходи в аквапарк «Ривьера» и получи второй билет в подарок. Чулпан Хаматова с новой программой «Пунктиром». 12 марта. Театр Камала. Семечки от Мартина. Мы помогаем сохранять традиции. В клинике «Меделл» уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. В клинике «Меделл» уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. Блефаропластика 13 тысяч рублей. Одно веко. Клиника «Кузлярь». Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. Триумфом российской сборной по хоккею завершились зимние Олимпийские игры в Южной Корее. Два золота, шесть серебряных и девять бронзовых медалей. Вот главный итог самой неоднозначной для нас Олимпиады за всю историю. Лидеры были недопущены, зато молодежь проявила себя во всей красе. Но не хоккеем единым запомнилась эта Олимпиада для россиян. Главной битвой стало противостояние двух фигуристок. Евгения Медведевой и Алины Загитовой. 15-летняя уроженка Ижевска с татарскими корнями покорила всех. Как выступлением, так и волей к победе. Отдельное уважение татарстанским олимпийцам. В том же фигурном катании Евгения Тарасова выиграла командное серебро. Дальше бронзу в составе команды завоевала Анна Нечаевская. Главным республиканским триумфатором стал лыжник Андрей Ларьков. Серебро на эстафете и бронзов в королевском марафоне – отличный результат. Сегодня ночью Ларьков тоже прилететь на родину. Благодаря лыжам все сложилось хорошо. На последнем круге я заметил, что у меня гораздо лучше еду, чем у остальных. Ехал вперед, несмотря ни на что. Тем временем Фарид Мухаммедшин открыл всероссийский волейбольный турнир «Юный чемпион». Председатель Госсовета, президент Федерации волейбола республики встретился с участниками соревнований. В турнире принимает участие команда из Казани, Москвы, Уфы, Костромы, Зеленограда и Обнинска. Юноши до 15 лет на протяжении четырех дней будут выявлять между собой сильнейших. На церемонии открытия лучшим командам были вручены волейбольные мячи. Те, с которыми играли наши основные профессиональные команды – «Мужской зенит» и «Женская динамо Казань». Соревнования завершатся 29 февраля. Казанский автогонщик Тимур Тимирзянов стал чемпионом России по зимним трековым гонкам. Соревнования завершились в городе Раменское. Представитель команды «Эйджи Тим» Тимирзянов в финале обогнал Дмитрия Брагина и Павла Кальмановича. К новостям тенниса. В Казани завершился традиционный кубок Ельцина. По итогам турнира лучшей в одиночном разряде стала Ленка Стара из Словакии. Среди мужчин победа досталась Джейкобу Френли из Великобритании. Кроме этого, теннисист сборной Татарстана Никита Валенцев получил удостоверение мастера спорта России. На церемонии награждения присутствовала и супруга первого президента Наина Ельцина. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. В Татарстане установилась морозная и солнечная погода, но временами со снегом. Подробнее после полезной информации. Спонсор показа – изготовитель корпусной мебели на заказ компании «Данил Мастер». Хотите качественную недорогую кухню по вашим размерам – «Данил Мастер» исполнит ваши желания. Успейте заказать в феврале со скитой 20%. «Данил Мастер», город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2, 167-166. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево переменная облачность, места не выпадет снег и около 12 градусов ниже нуля. На северо-востоке Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге облачные погоды с прояснениями. Столбики термометров покажут – минус 14. На севере Татарстана, Меделинске, Агрызе, Менделеевске – минус 12. Временами выпадет снег. На северо-западе, Варске, Кукмаре, Балтаси – дневные часы до 17 градусов ниже нуля, местами также со снегом. На юго-западе, в Болгарии, в Буинске и Држаном столбики термометров покажут – минус 15. Облачная погода с прояснениями. В центральных районах Чистополи, Альмитовске, Мамадыши также будет облачность с прояснениями – минус 14 и временами со снегом. В последующие дни вероятность охладков будет небольшой, но морозная погода сохранится. Татарская усадьба служит примером высокой татарской кухни по старинным рецептам. Только здесь подаются блюда из настоящей деревяной печи. Татарская усадьба – национальное гостеприимство в современном воплощении. ГРК «Татарская усадьба» находится в памятнике архитектуры второй половины 19 века. Здесь можно отведать национальную кухню, также посетить галерею народных промыслов и остановиться в уютной гостинице. Татарская усадьба – национальное гостеприимство в современном воплощении. О погоде в столице. В Казани малооблачно, местами возможен небольшой снег. Температура воздуха днем – минус 15, минус 17. Ветер северо-западный – до 6 метров в секунду. Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 73%. И еще одна интересная информация. Спонсор показа – «Союзпром-экспо». Приглашает посетить выставку «Екатеринбург Халяль-экспо» со 2 по 4 марта в Центре международной торговли. Все о халяльиндустрии, качественных продуктах и технологиях. Екатеринбург, улица Куйбышева, 44. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова